Добро пожаловать на передачу Добро пожаловать на нашу библейскую уроку Аминь Те из вас, кто смотрел наши передачи на прошлой неделе, знают, что с нами был доктор Лерой Томпсон из города Дэроу, штат Луизиана, из христианского центра слова жизни. Нет нужды представлять Лерой Томпсона. Каждый в теле Христовом знает его. Бог проявлял себя всю прошлую неделю, и затем Дух Господень наполнил студию, и брат Лерой начал двигаться в пророческих дарах Святого Духа. Это была замечательная неделя. Мы говорили на тему «Вы не нищий, у вас есть семя». Так что мы начнем с того, на чем остановились в прошлую пятницу. Слава Господу! Давайте вместе поприветствуем Лерой Томпсона на этой телепередаче. Лерой, пусть Бог благословит тебя. Я с нетерпением жду, когда мы снова вернемся к изучению. Было так здорово на прошлой неделе. Очень хорошие вещи. Это так. Господь помог нам. Мы сидели за этим столом незадолго до того, как началась передача. Это снова стало происходить. Господь просто начал говорить Лерой и давать откровения, пока мы сидели здесь. Лерой сказал, «Я никогда не задумывался об этом раньше, слава Богу». Это Бог. Бог здесь. Это потрясающе. Пришло время Божьему народу подняться на следующий уровень в Духе. Да. И занять то место, которое принадлежит нам, как семье живого Бога. Верно? Да. Аминь. В Божьем Завете. Слава Богу! Да. Обсуждая тему «Вы не нищие, у вас есть семя», мы вначале говорили о том, что Бог открыл мне, чтобы тело Христово говорило, «Я больше не буду нищим ни одного дня в моей жизни». Также, я говорил на прошлой неделе о том, что Бог сказал мне в каждом штате, в который я приезжаю, говорить людям о том, как многие в теле Христовом по-прежнему страдают финансово, и что по Завету у них есть право быть финансово свободными. И также Господь просил меня говорить, «Вы нищие». Я говорил это в течение двух или трех лет, чтобы поставить тело Христово на взлетную полосу, чтобы привлечь их внимание к тому, что нужно сделать. Я помню это, Лерой. Я помню первый набор твоих кассет, которые я прослушал. Я уделил время тому, чтобы полностью их прослушать. Я не помню, сколько их там было. Это был большой набор кассет. Я их полностью прослушал. И я помню, как это потрясло мой дух, потому что в этом было влияние Духа Божьего, понимаете? Это было не просто «вы нищие», но это был призыв к тому, чтобы пробудиться и осознать тот факт, что наши духовные цели и взгляды в Боге были настолько ниже того, что Бог хотел, чтобы мы имели. Это было... Это было за неимением лучшего слова шокирующим. Это несло такое болезненное чувство разочарования, словно вы в чем-то подвели Бога. Ему было необходимо, чтобы тело Христово имело в миллионы раз больше того, что у нас было, чтобы мы были насыщены. Верно. Я имею в виду, мы тут верим Богу, чтобы иметь достаточно, чтобы оплатить свои счета и так далее. А ему нужно вести нас по всему миру. Сверхъестественно. Сверхъестественно. И некоторые думают, что раз у них в банке 40 тысяч или 50 тысяч долларов, то они... Это даже не деньги, брат Коупл. Да, думаю, что у них есть деньги. У вас нет никаких денег. 50 тысяч долларов на один день не хватит. Вы даже машину на эти деньги выбрать не сможете. Подумай о твоей телепередаче. О моей телепередаче. 50 тысяч долларов надолго не хватит. Нет, не хватит. Если она эффективна, если вы призваны идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению, а это верно для каждого рожденного свыше верующего, если телепередача эффективна, если она идет на достаточном количестве станций, где она производит результат, вы не сможете это делать меньше, чем за миллион в месяц. Точно. И наша передача, включая стоимость ее производства и все остальное, обходится более чем в 30 миллионов в год. И Господь начал говорить со мной. Он сказал, ты даже еще ничего не делаешь. Тогда на что хватит 50 тысяч долларов? Не на что. Если они будут сами по себе. Этого не хватит на полчаса, даже меньше. Я ответил, что? Бог, я даже еще ничего не делаю. Я напрягся до предела. Он ответил, нет, это не так. Да. Тебе нужно подняться на уровень выше. Я спросил, на какой? Он ответил, я хочу, чтобы ты удвоил все, что ты делаешь. У меня в глазах потемнело, понимаете? Но затем я словно проснулся. И то, что ты говорил, послужило к этому. Да. Это пробудило меня к факту, что я ограничиваю Бога, Лерой. Тело Христова необходимо пробудить в этом аспекте завета, чтобы они не считали это просто материализмом, потому что это не так. Это проявление того, что телу Христову нужно, чтобы выполнять великое поручение. Когда Бог дал мне цель моего служения, постоянно возрастающее слово, чтобы я ездил и нес это послание, деньги приходят и другие послания, которые Он дал мне, Он дал мне цель служения. И я не знаю, донес ли я до тела Христова ее реальный смысл, но позвольте, я попробую еще раз. Финансы, о которых я учу в аспекте завета богатства, умножения, финансового процветания, относятся к «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». И вот это цель служения. Снаряжение тела Христова, чтобы евангелизировать мир. Именно в этом все дело. Это общий итог. После того, как вы пройдете все остальное, посмотрите на начало и итог. Именно об этом идет речь в этом послании. И когда Бог дал мне откровение, «Вы не нищие, у вас есть семя», это, брат Коупленд, распространяется на жизнь каждого человека. Каждое дитя Божье имеет равные, одинаковые возможности, чтобы получить свободу в финансах. И затем его управление ими будет использоваться Богом как оружие против сил зла, когда Бог использует такого человека, чтобы финансировать свое царство. Лерой, у кого есть все влияние в мире? У того, у кого есть деньги? Да, деньги, деньги говорят. Именно так. Если кто-то является партнером, давай возьмем, к примеру, издательское дело. Хорошо. Вот человек, которому принадлежат 70% компании. И вот верующий, которому принадлежит 30%. И допустим, что верующий хочет печатать Библии и книги для воскресной школы, а этот другой человек хочет печатать порнографические журналы. Как ты думаешь, что из этого они станут печатать? Они будут печатать то, что хочет тот другой человек? Они будут печатать эти непристойные журналы, потому что ему принадлежат 70% бизнеса. Вот в таком положении Бог находился многие годы, потому что его люди не понимали этого. Они следовали правилам мира. И мир просто удерживал их на этом уровне. И мир делал все, что хотел. А нам приходилось идти к миру и выпрашивать возможность делать то, что нам необходимо делать. Знаешь, брат Коплан... Это должно измениться. Слушая тебя и слушая то, что ты говоришь, пока ты говорил, телу Христову необходимо ухватиться за это. Это призвание. Да, я верю в это всем своим сердцем. Есть остаток тела Христова, который призван подчиниться помазанию, финансовому помазанию, которое Бог поместил в тело Христова. И многие, я не хочу сказать очень многие, но многие не станут слушать это послание. Им необходимо услышать его. Они думают, что речь идет о чем-то другом, но речь идет о Евангелии. Давайте углубимся в это. И позвольте мне обратиться к некоторым моментам, которые помогут нам в этой области. Снова в Бытие 8.22. Если у вас есть Библия, открывайте ее. И второе послание к Коринфянам 9.10. Все, что мы хотим сделать, это определить духовный закон Царства Божьего и то, как он работает в этих двух местах Писания. Так что я прочитаю часть из Бытия 8.22 и отмечу некоторые пункты во 2 Коринфянам 9.10. А затем я вернусь назад и буду говорить о сверхъестественном обеспечении, о том, как Бог хочет вооружить нас духовными законами, которые дают сверхъестественные результаты. Итак, вы не нищий, у вас есть семя. В действительности это значит, что у каждого есть одинаковые возможности. Другими словами, если вы дитя Божье, то Бог несет ответственность за то, чтобы у вас было семя. Но если вы не понимаете важность этого семени, если вы не знаете духовного закона, вы не знаете, как его применять, и неважно, какого размера семя, оно будет выполнять работу. Семя поднимет вас с одного уровня на другой уровень. Когда вы изучите закон, когда вы изучите принцип, когда вы высвободите свою веру в этой сфере, ваши дни нищеты закончатся. Так как я прошел через это, я знаю, что это реальность, и это моя работа, по мере моих сил делиться этим с телом Христовым, сказать об этом тем, кто смотрит сегодня нас, тем, кто думает, что находится в сильном финансовом сражении и несет такое финансовое ярмо на своей жизни, что уже никогда не сможет быть свободным финансово. Но если они будут слушать и применять, и я знаю, что они верят в Бога, вам необходимо верить в Него также и в этой сфере, потому что Он будет сверхъестественно обеспечивать вас. В Бытии 8.22 говорится, «Во все дни земли». Я помню, как я стал размышлять над этим стихом, и я задал вопрос, «Земля все еще здесь?» Так что это важно, потому что Бог хочет показать важность и продолжительность этого закона. Так что это неизменно. Неизменно. Я искал это слово. «Во все дни земли, сенье и жатва». Здесь речь идет о холоде и зное, лете и зиме, дне и ночи, о трех других категориях, но последние слова не прекратятся. Так что в Писании все библейские персонажи, о которых мы читаем в Библии, работали на основании Слова Божьего и получили результат, как это было с обедом маленького мальчика, как это было с уловом Петра. Он трудился всю ночь и не поймал ничего, но когда Бог сказал ему, когда Иисус сказал ему забросить сети, тот получил топящую лодку, переполненной уловом рвущиеся сети. То же самое предназначено для каждого верующего. Это не прекратилось. У Бога есть таблица умножения в духовном мире. Мы увидим во 2 Коринфянам 9.10, как он говорит о том, что он дает нам семя, но также он говорит и об умножении семени. Он говорит о том, что будет кормить нас, пока семя работает. И во 2 Коринфянам 9.10 он использует слова «подаст обилие» и слово «умножит плоды вашей праведности». И мы вспоминаем 111 Псалом, где говорится о том, что будет в доме праведника. Написано «обилие и богатство в доме праведного». Так что наша праведность имеет некоторое отношение к тому, чтобы мы были хорошо обеспечены, чтобы исполнять великую миссию Евангелия Господа Иисуса Христа. С другой стороны, ваше семя имеет определенное отношение к вашей праведности. Да. Ваша праведность ставит вас в такое положение, когда Бог может давать вам семя. Но ваше сеяние этого семя не имеет отношение к увеличению вашей праведности. Иисус сказал «Ищите прежде Царства Божьего и правды или праведности Его, и все это приложится вам». Да. Здесь речь идет о процессе, верно? О процессе. И упор делается на ваше хотение, послушание и верность. И это влияет на мое исцеление. Влияет на все. Это влияет на мое мышление, на мою семью. Дело не просто в деньгах. Нет, конечно, нет. Дело не просто в деньгах. Речь идет о духовном законе и духовном назначении. Речь идет о многих других вещах, кроме денег. Но деньги необходимы, чтобы мы могли выполнять эти остальные вещи, потому что мы еще не на небесах. Мы на земле. И чтобы действовать на земле, все наши телезрители знают, что нужны деньги, чтобы действовать здесь на земле. Так что пойдем дальше и посмотрим, можно ли найти то, что поможет нам лучше понять этот духовный закон сеяния и жатвы. «Сеяния и урожая». И того, что вы не нищий, у вас есть семя. Вы можете записать следующее. «Духовные законы производят сверхъестественные результаты». Я думаю, что 2 Коринфянам 9.10 говорит о сверхъестественных результатах. Также и Бытие 8.22. Духовные законы помогают нам использовать другой мир, другое измерение, другой образ жизни. Послушайте, мир, измерение, образ жизни. Когда вы начинаете узнавать, какой потенциал и силу Бог вложил в семя и в духовный закон сеяния и жатвы, то это приводит вас в другой мир. Когда я говорю «приводит в другой мир», это значит «приводит в мир сверхъестественного», где Бог может делать необычное, приводит вас в мир невозможного, другое измерение, другой образ жизни. Духовные законы ставят нас в положение, я помню, как я размышлял об этом, где Дух Святой может окутать нас и поставить в такое место. Я использую эти слова, я хочу, чтобы вы их услышали, я хочу, чтобы это попало в Дух телезрителей. Мы использовали эти слова достаточно свободно, но в это утро Дух Святой открывает мне, что эти слова, два слова, будут иметь огромный эффект в каждом, кто слушает нас. Финансовое помазание. Это дает Господу возможность ввести нас в финансовое помазание. Мы говорим о различных типах помазания. Есть финансовое помазание. И когда вы ходите в финансовом помазании, этот тип помазания был, например, у таких людей, как пророки древности. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Даже будучи рабом, Иосиф все равно был процветающим человеком. Вот человек, который раздет, привязан к лошади, закован в цепи, но он сказал, что Господь был с ним и что он был процветающим человеком. Так что, когда оно на вас, оно вытащит вас из любой ситуации. Я упомянул о маленьком мальчике, обед которого умножил Иисус, о Петре, который сам не смог поймать ни рыбки, но когда его послал Иисус, его лодка переполнилась. Мы не видели проявления этого из-за недостатка откровения, недостатка понимания, недостатка помазания и недостатка участия. Если мы начнем искать откровения от Бога, просвещения от Бога, как сказано в молитве посланник Ефесянам 1.18, и просветил очи вашего сердца или понимания, потому что нам необходимо просвещение нашего понимания в вопросе финансовой свободы и в том великом поручении, которое дал нам Бог, потому что сатана не хочет, чтобы тело Христово узнало о том, насколько свободным оно может быть в этой сфере. Я думаю о том, что Бог сделал с помощью этой книги и этого откровения. Он обращается к каждому подавленному, обессиленному человеку, который пытается через исповедание и сеяние выбраться на свободу. Я думаю, что эта передача и эта книга помогут. Он знает, что каждый рожденный свыше верующий, и неважно, даже если вы спаслись всего 30 секунд назад, сатана знает, что если вы получите какое-нибудь откровение от Бога, тогда вы начнете править над его делами. Дух нищеты не сможет действовать, если вы не позволите ему действовать. Он не сможет вас заставить. Правильно. Но у людей есть недостаток знания. Люди даже думали, что если у них что-то появится, то Бог будет против этого. Но когда мы начинаем понимать то, о чем здесь проповедовал Иисус, Он сказал, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим». Да. И первым Его чудом было божественное обеспечение. Да. Умножение. Умножение материального имущества. Да. Да. Я хочу повторить эти слова. «Хотение». Вы должны хотеть получить свободу. И затем вы должны быть послушны. Все, что Он вам говорит, Иоанна 2,5, в этом первом чуде, что скажет Он вам, то сделайте. Вы должны уповать на Духа Святого. Вы должны иметь веру. Вы должны доверять тому, что Бог говорит вам делать. И затем верность. Библия говорит, что если вы верны в малом, Господь говорит, что Он поставит вас правителем над многим. И я должен вернуться к тому, о чем мы говорили ранее, в прошлом году. Вы должны сдать тест на деньги. Вам нужно сдать тест веры. Вам нужно сдать тест послушания. Тест хотения и готовности. И вам нужно полагаться на Бога. Я читал в книге Иеремии о том, что человек, который уповает на людей, находится под проклятием. А человек, который уповает на Бога, в благословении. Потому что люди вас подведут. Но если вы уповаете на Бога, Бог всегда придет на помощь. Если вы послушны Ему и делаете то, что Он говорит. Мы коснулись этого местописания на прошлой неделе. Второе Коринфянам, восьмая глава. Я думаю, что оно хорошо послужит нам здесь. Потому что оно является основной темой всей книги. Я не знаю, упоминал ли я это местописание в книге, но в этом суть всей книги. Второе Коринфянам, 8-12. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Другими словами, у вас есть семя. Вы не нищий, у вас есть семя. И этот стих подтверждает это. Бог примет это семя и поднимет вас с одного уровня на другой. Наша часть в том, чтобы мы ходили в откровение Его Слова и обновляли свой разум Словом Божьим и тем, что Бог говорит о данной ситуации. То, что говорю я или вы, не имеет значения, если мы не в согласии с тем, что сказал Бог. Человек должен начать. «Если вы не начали, начните сегодня». Библия — это слова Бога, обращенные ко мне. Я помню, как мой духовный отец часто говорил, что мы получили религиозное промывание мозгов, а не учение Нового Завета. Библия — это слова Бога, обращенные ко мне. И в ней есть разные откровения. Мы говорим об откровении Его любви. Любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым. У нас есть откровение о Его помазании. Мы имеем помазание, которое пребывает в нас, так написал Иоанн. И это помазание, которое разрушает ярмур. У нас есть откровение о Его обеспечении. Откровение о Его обеспечении. Откровение о Его любви. Откровение о Его помазании. Для того, чтобы они действовали в нашей жизни Мы должны соблюдать духовные законы Мы должны делать то, что Дух Божий говорит нам делать Наставляет нас, чтобы эти различные помазания были в нашей жизни Но помазание Это по-прежнему откровение о Его обеспечении Откровение о Его любви Откровение о Его помазании Все это связано с нашим соблюдением духовных законов И исполнением того, что Бог говорит нам делать Слава Богу Давайте, брат Коупленд, откроем 11 главу книги Экклесиаста Я попытаюсь как можно больше затронуть то, что касается сения В 4 стихе 11 главы Говорится Кто наблюдает ветер, тому не сеять И кто смотрит на облака, тому не жать Мы подробнее рассмотрим это завтра Но я хотел прочитать этот стих, потому что многие люди боятся сеять в то время Которое им кажется неподходящим Если вы позволите ветру отговорить вас сеять Если вы позволите погоде стать на вашем пути Да, ну, знаете, и так далее, и тому подобное То так вы не сможете собрать урожай Если вы не посеете, вы не сможете пожать И ветер и погода говорят о ситуации О том, где вы О трудностях и обо всем остальном Все говорит о том, что вы не можете Именно Послушай, Лерой, хотелось бы, чтобы у нас было время углубиться в это Нам придется сделать это завтра Но это снова возвращает нас к тому, есть ли у нас хотение Это не основывается на том, чего у вас нет Бог не смотрит на то, чего у вас нет, потому что у Него есть изобилие Он смотрит лишь на то, что вы хотите и готовы сделать с тем, что у вас есть И уповать на Него Полагаться на Него Да Мы вернемся через минуту Да, прямо посреди воли Божьей Прямо в Его воле И делать то, что Он сказал Хвала Богу И дьявол будет сражаться с вами, пытаясь удержать вас от этого Говоря, о, ты не захочешь там быть Тебе придется отказаться от того, отказаться от этого Но я ни от чего не отказывался Я освободился от многих вещей, которые удавали меня Тебе они были не нужны Да И затем Он начал прилагать все остальное И это то, о чем мы говорим, верно? Ключевым в моем финансовом освобождении было следующее Нет другого выхода из финансовых проблем, финансового стресса, финансового рабства Кроме того, как научиться быть сеятелем Люди пробуют различные способы Но процесс сеяния – это закон, установленный Богом Брат Коплан, мы уже говорили с тобой об 11 главе книги Экклесиаста Мы читали 4 стих И дальше в этой главе говорится «Сей твое семя, потому что не знаешь, какое семя будет успешным» Я обещал поделиться частью нашего с Кэролин свидетельства Мы начали видеть в Писании, что сеяние – это путь к свободе Иногда вы не можете говорить об этом со всеми Некоторые люди отговорят вас от этого Но вам нужно искать Божьего лица и направление от Бога Верить Богу И начинать делать с тем, что у вас есть именно то, что Он говорит вам делать И тогда, когда Он говорит это делать Бог не только даст вам семя Но Бог предоставит вам конкретную почву для сеяния Чтобы поднять вас с одного уровня на другой Он назовет имя человека или название служения И размер семени не важен Важно послушание Кэролин и я начали следовать этому плану сеяния Куда Бог говорил нам сеять и сколько Знаете, это было все Мы сеяли все Я вспоминаю историю об одном служителе Даже две истории Служитель сидел на одном из наших служений И Господь сказал ему Посей полторы тысячи долларов прямо сейчас Он обернулся к своей жене и сказал Господь сказал мне посеять полторы тысячи долларов служения Лероя Его жена сказала Это все, что у нас есть в банке, полторы тысячи Он ответил, но Господь сказал мне это посеять Это все, о чем он попросил, верно? И она дала ему чековую книжку и сказала Тогда ты выпиши чек Я сама не стану этого делать Она не услышала от Бога Тогда он взял книжку и выписал чек на последние полторы тысячи долларов И через несколько дней они получили большую сумму денег Его жена пришла и сказала О, Господь точно благословляет нас Он ответил, подожди Господь благословляет не нас Господь благословляет меня Ты боялась сеять из-за ветра Потому что у нас было всего полторы тысячи долларов Ты думала, что погода плохая Как в Писании Так что не кричи и не радуйся Господь благословляет не нас Я смеялся Она сидела там же, понимаете А на прошлой неделе Одна женщина Подошла ко мне И отдала мне чек на десять тысяч долларов Она сказала Я была в вашей церкви в 2001 году Это было несколько лет назад Она сказала Господь сказал мне пожертвовать десять тысяч долларов И я ушла из церкви Она сказала Я оставила церковь Господь, ты хочешь, чтобы я пожертвовала десять тысяч? Она думала, что не время сеять такое семя Она ушла из церкви на несколько лет И спустя три года Господь снова сказала Я все еще хочу, чтобы десять тысяч долларов Были посеяны в Лероя Она вернулась Снова стала членом церкви Восстановила свое членство И пожертвовала десять тысяч У нее были мои деньги с 2001 года. Иногда такое происходит. Так что иногда кажется, что ветер неподходящий, но Господь пытался поднять ее на другой уровень с помощью этих 10 тысяч. Так и есть. Это всегда для ее же пользы. Это единственная причина, по которой Бог так поступает. Это то, чему научились мы с Кэролин. Каждый раз, когда Господь просит нас сделать что-то или посеять семя, Он всегда, и это в согласии с Законом, Он всегда пытается дать вам больше, когда Он просит вас что-то посеять. Я могу рассказывать пример за примером, случай за случаем. И Он вел нас с Кэролин через этот процесс. И мы все еще учимся. Но Он провел нас через это и вывел нас из долгов. Вывел нас из недостатка. Вывел нас из-под проклятия. Просто вывел нас из всего этого. Только так мы вышли на свободу, благодаря этим принципам, о которых мы сейчас говорим. Вы не нищий. У вас есть семя. И так в Библии говорится. Кто наблюдает ветер, мы смотрим в Экклесиаста 11.4. Тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. У нас здесь два условия. У нас есть ветер, и у нас есть облака. То есть мы говорим о плохой погоде. Аналогия или пример, или сравнение, уместное здесь. Многие люди в теле Христовом находятся в плохой финансовой погоде. И мы полагаемся на людей, полагаемся на работу, мы пытаемся выбраться какими-то другими путями. Но если вы хотите действительно стать свободными... Брат Копланд, я от всего сердца обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы действительно хотите стать финансово свободными и не быть обманутыми людьми, будьте послушны Богу. Дело не в материальных вещах, не в деньгах, дело в завете. Это такая радость, быть способным слышать, когда Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты посеял это семя сюда». И мы с Кэролин были способны посеять это семя и видеть, как Царство Божье распространяется, и люди не ограничивают работу Божью из-за того, что у них есть деньги. В этом земном мире правят деньги. И если тело Христа не поймет этого, Евангелие будет страдать. Я записал определение слова «сеять» — «сажать семя для роста» или «рассыпать семена по земле для роста». Вот три вещи, которые вам помогут. В том процессе, который прошли мы с Кэролин, и во всем откровении, которое Бог дал мне о финансах, всегда давайте Богу ваше лучшее семя. Мы научились этому и стали делать это. Не давайте Богу остатки, всегда давайте ваше лучшее семя. Прежде всего. Да, прежде всего, как в Матфея 6, 33. «И вы должны сеять от сердца». Вы должны сеять, как говорится во 2 Коринфянам 9, по расположению сердца. Вы должны сеять от сердца. Вы должны верить в это всем сердцем. И затем вы должны понимать, что Бог выбирает ту почву, которую Он вам дает. Он дает вам семя, и Он также выбирает почву, в которую вам сеять. И затем Он работает с этой почвой для вас и приносит проявления. Мы вчера говорили, что значит наблюдать ветер. Это значит, что вы ждете благоприятных обстоятельств, чтобы начать сеять. Если это так, то вы никогда не будете сеять. Это верно. Благоприятных обстоятельств никогда не будет, потому что враг не даст этому произойти. Мы говорим о десятинах и пожертвованиях, даянии, сении и жатве. Но пока это не станет реальностью для вашего духа и вашей веры, пока вы не поверите всем сердцем, у вас всегда будут финансовые проблемы. Вам нужно просто нырнуть в это. Не заботьтесь, какая погода, о том, что позади. Не заботьтесь о том, что это выглядит невозможным для вас. Он пообещал дать вам семя. Мы позже поговорим о том, чтобы не съедать свои семена, потому что часто мы съедаем свои семена или думаем, что семена – это уже урожай. Семя – это еще не урожай. Семя – это то, что вы должны посеять, чтобы пришел урожай. Сначала зелень. Что это? Зелень, колос, полное зерно в колосе, но семя совершит работу. В Марка 4, 26 говорится, что семя совершит работу. Человек посеет семя, спит и встает, а семя всходит. Библия говорит, он не знает как. Так что это невозможно объяснить. Но у каждого верующего, у каждого Божьего ребенка есть семя. Они не нищие. У них есть возможность с сеянием проложить путь на свободу. Семя – это процесс. Я только что объяснил этот процесс из Марка 4 главы. Это процесс. Брат Копланд, я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, 6 главе. Матфея 6, 33 говорится. «Ищите прежде Царства Божьего». Но я хочу прочесть 30 стиха, 6 главы Матфея. И я расскажу еще некоторые вещи, которые мы делали, и как Господь помог нам прийти к финансовой свободе. Местописание, которое ты прочитал, 2 Коринфянам 9, он дает пищу. Семя – сеятелю, и умножает посеянное семя. Бог ответственен за то, чтобы давать семя, если вы только придете к нему. Попросите у него семя. Верно. Попросите у него семя. Я заметил от Лерой, когда был настолько нищим, что, как говорит Чарльз Кэпс, у меня не было за что обращать внимание. И меня это очень сильно смущало. Я был в таком состоянии, когда спасся. Я пришел в Царство Божие, испытывая сильный финансовый стресс. Это просто давило на меня. Это разрушает вас. Но когда я научился этим принципам, прямо в начале моей христианской жизни, я начал учиться принципам сеяния и жатвы. Когда я понял, что я могу посеять что-то маленькое, семя, я могу посеять это в вере, что получу лучшее семя, это принесло облегчение моему разуму, чтобы я мог сеять в вере, что Бог даст больше семян для сеяния. Я сразу подумал об этом, когда ты сказал, что нужно различать, что это Бог дает вам семя, а не что это ваш урожай. Не съедайте его. Не съедайте его, не поступайте так. Отдавайте десятину с этого, часть этого ваша. Да. Но вы должны узнавать семена, когда они приходят. Вы посеяли два или три доллара во что-то, и вы говорите, Бог, мне нужно семя, мне нужно верой выбираться из этого. И кто-то дает вам 75 долларов. Знаете, с 75 долларами вы тоже ничего не сможете сделать. Это так. Не сможете. Если вы должны по кредитным карточкам 25 или 30 тысяч долларов. Вы ничего не сможете сделать с 75 долларами. Так что вы понимаете, так это же семя. Да, у меня идет умножение, но это семя. Я отделяю от этого десятину, а затем отделяю от этого семя и сею. Возможно, я сею все. И у меня идет умножение. Умножение и умножение. И следующее, что вы видите, что что-то происходит. И вы думаете, «О, вот и наступило время урожая. Хвала Богу». И сначала я беру свое самое лучшее семя из этого. Да. Вначале, конечно, я отделяю десятину. Я беру из этого свое семя. Лучшее семя из всех, которое я когда-либо сеял. И затем я начинаю получать благословение от этого урожая. И процесс начинается снова. Просто продолжаете двигаться. Поднимаетесь с одного уровня на другой. Пока ты говорил, я увидел это. В этом месте говорится, что он дает семя сеющему и хлеб в пищу. И когда ты сказал это, я понял тот факт, что вместе с деньгами для сеяния он дает тебе деньги на хлеб. О, да. Видишь? Да. Я всегда думал о том, что он дает хлеб. Но вместе с деньгами для сеяния он также дает деньги на хлеб, потому что нужны деньги, чтобы купить хлеб. Он даст вам деньги на хлеб, но вы должны отличать деньги на хлеб от денег на сеяние. Вы должны сеять деньги, которые для сеяния, и использовать деньги на хлеб для того, чтобы поддержать себя, пока он подаст обилие посеянному и умножит плоды вашей праведности. Когда говорится умножает плоды вашей праведности, то я думаю, что вы делаете праведные шаги, когда делаете Бога своим источником и уповаете на Бога. И слово умножает говорит не только о духовном росте. Я верю, что это умножение в понимании того, как действовать в этой финансовой системе. Понимаете, что я говорю? Я верю. Ты открываешь дверь для его мудрости, приняв решение, что ты будешь следовать его плану. Когда мы впервые приняли в нашей жизни решение, когда мы нашли местописание, которое говорит «не быть должным», у меня не было ни малейшего понятия о том, как не быть должным. Я погряз в долгах, мне нужно было выбраться из долгов. Я не знал, как жить без долгов. Но когда мы приняли это решение, то хотя мы и не представляли себе, как такое возможно, мы знали, что Бог знал. Итак, мы приняли решение и начали сеять в этом направлении. И когда мы так сделали, это открыло дверь. Это будет умножением вашей праведности, плодов вашей праведности, верно? Праведный имеет право на мудрость Божью. И плодом этого станет водительство Святого Духа. Как вы можете сделать определенные вещи? О, вот как это работает. Ага. Наконец, я начал понимать, что я не живу в чем-то менее сильном, чем долги. Я учился тому, как жить в системе, которая намного сильнее. Точно. Чем использование мирской системы долгов, чтобы добиться того, что мне нужно было сделать. Господом утверждается стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Утешайся Господом, и он исполнит желание сердца твоего. Это часть умножения вашей праведности. Умножение праведности должно основываться на откровении того, кто вы во Христе Иисусе. Кто вы есть во Христе. Конечно. Да, и когда вы видите это, вы начинаете действовать в принципах Божьих. Все больше и больше и больше. Да. Но если вы не понимаете, дьявол обманом заставит вас думать, что для вас праведно быть нищим. Точно. Это ложь из ада. Это неправедность. Это невежество. Да. Дошедшее до абсурда, как говорят некоторые. Праведность – это быть правым, знать, что правильно, и иметь права в Царстве Божьем. Послушали, Рой, у нас есть определенные права в Царстве Божьем. Да. Есть определенные права, которые Иисус приобрел и оплатил для нас, хвала Богу, и дал нам, как сонаследникам вместе с Ним. И поэтому у нас есть определенные праведные обязанности в Царстве Божьем, чтобы верить об этих вещах, потому что если этого нет у нас, то этого нет и у Бога. Библия – это законный документ, запечатанный кровью Иисуса. О, да. И мы говорим о наших законных духовных правах, потому что мы в Царстве Божьем. И из-за назначения и поручения, которые Бог нам доверил, мы должны подчиняться. Мы должны подчиняться этому, потому что иначе мы не сможем выполнить великое поручение. Если бы не дьявол, то на земле было бы точно так, как и на небе. Если бы не грех и люди, которые не знают Бога, которых дьявол может использовать, возбуждая войны и военные слухи и так далее, если бы этого не было, наши нужды были бы восполнены здесь точно так же, как и на небесах. Вам бы не пришлось применять вашу веру для этого, вы бы просто ходили в этом, потому что это принадлежит вам и дано вам Богом. Но сатана является Богом этого мира. Да, и он препятствует работе этой системы, если мы не применяем нашу веру и не требуем того, что принадлежит нам, чтобы он убрал от этого свои руки. Но Бог восполняет наши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Хвала Богу. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Иисус не молился такой молитвой ради красного словца. Я недавно учил о божественной природе и о действии согласно божественной природе. Петр во втором послании говорит о великих и драгоценных обетованиях, и мы о них сейчас и говорим. Это одно из драгоценных обетований, данных нам Богом. Духовные законы также основываются на этих обетованиях. И я говорил о том, что многие христиане действуют на основании своих пяти органов чувств. Действуя так, они дают сатане возможность вмешиваться в их чувства, в то, что они видят, слышат, ощущают. Но они должны действовать на основании этих принципов. Вот почему Библия говорит, без веры угодить Богу невозможно, потому что приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его усердно ищет. Если человек будет слушать Слово Божье и позволит сути этого Слова проникнуть в свой дух, в следующий раз их слова будут голосом веры. Это здорово. Суть должна достигнуть внутреннего человека. Когда суть достигает внутреннего человека, достигает божественной природы внутри вас, и вы снова высказываете это, это вера. И это начнет происходить в вашей жизни именно так, как Библия говорит об этом. Вера есть вера. Когда она исходит из вас, или когда она исходит из Иисуса, или когда она исходит из Бога. Вера есть вера, и она исполнит свою работу. Если вера применяется, то она исполнит свою работу. Сказали ли это вы, или это сказал Иисус, или это сказал Бог, или это сказал Дух Сутой, или это сказано в Библии. Вера есть вера. Да, да. Брат Коупленд, у меня сильное побуждение сказать это. Вы не нищие. Ухватитесь за это, у вас есть семя Бог взял на себя ответственность, чтобы давать вам семя Я чувствую, как кто-то из зрителей страдает от недостатка И вы думаете, как мы справимся Вот почему Бог сказал вам смотреть передачу брата Коупленда Он всегда приносит вам верное слово Ухватитесь за это слово сегодня Мы здесь по Божьему призванию, чтобы сказать слово в ваше сердце, в вашу семью Вы не идете на дно, вы не потерпите поражение Это не произойдет с вами Ухватитесь за то, что мы говорим на этой неделе Примените это в своей жизни Я верю Богу, что финансовые проблемы разрушены в вашей жизни Я верю, что Бог готовит почву для вас И есть семена специально для вас И что ваш прорыв сегодня здесь И вы сможете давать И вы сможете помогать другим членам вашей семьи Вы сможете помогать видению вашей церкви Вы сможете помогать пастору выполнять то, чему Бог призвал его Тело Христа Это послание, за которое нам нужно ухватиться Мы не можем позволить дьяволу лгать нам дальше Мы не можем просто сидеть и ждать и гадать Что Бог хочет, чтобы мы делали Слово говорит нам, что Бог хочет, чтобы мы делали И у нас есть право делать это Аллилуйя Слава Богу Аллилуйя, слава Богу Послушайте, не уходите, мы вернемся через минуту Слава Богу Давайте снова откроем наши Библии на 6 главе Евангелия от Матфея Брат Томпсон коснулся этого вчера Так что давайте тут и начнем И мы будем получать от Бога более глубокое понимание процесса сеяния Помните, земля и все, что населяет ее Все живые творения созданы Богом И здесь действует тот же процесс, что и на небесах Но в этот мир пришел грех и смерть посредством греха И это начало процесс, который сатана пытался начать на небесах Но Бог не допустил этого Он сбросил его оттуда Адам должен был выбросить сатану отсюда Но он этого не сделал Я хочу прокомментировать это, потому что я хочу, чтобы вы поняли В каком направлении мы движемся Для примера давайте поговорим о сломанной кости Хорошо Мы знаем, что кость снова срастается Вы можете ее соединить правильно Наложить гипс, обездвижить И знаете, через 3-4-5-6 недель она снова срастется Даже станет крепче, чем до перелома Итак, это процесс, верно? Да Да Происходит процесс исцеления И этот процесс является частью физического тела Теперь представим, что Вот в церковь пришел человек, у которого кость была сломана пару дней назад И в церкви проходит служение исцеления И проявляется Божья исцеляющая сила И внезапно, под действием помазания Помазания Кость срастается всего за несколько секунд Это чудо Да Это чудесное событие Но процесс срастания ничем не отличается Точно Это тот же самый процесс Единственное, помазание увеличило в нем жизненную силу И процесс прошел вот так быстро Но он прошел все те же стадии, потому что это был небесный, божественный процесс Который был установлен, когда Бог творил небо и землю Так же, как печатная машинка по сравнению с ручкой или карандашом На печатной машинке вы можете напечатать страницы быстрее, чем вы будете писать их от руки Но процесс один и тот же Вы наносите на бумагу информацию, но другим способом или быстрее На другом уровне Да Но вы не можете изменить процесс сеяния Да И чтобы делать то, о чем мы говорим Вам нужно придерживаться этого процесса Вы не можете изменить процесс Вы не можете посеять одно, а получить другое Это безумие Вы не сможете этого Каждый знает, что это невозможно Если вы придерживаетесь процесса И позволяете семени делать свою работу Вы делаете свою работу А Бог уже совершил свою работу То в результате, помните О чем мы говорили на прошлой неделе О драгоценном семени и о вашем возвращении с урожаем Несомненно Да, несомненно Несомненно Отличное слово, верно? Да, несомненно Система Царства Божьего, брат Коупленд Это то, что тело Христова должно изучать в полной мере Все больше и больше И то, о чем ты говорил, система Царства Божьего работает параллельно с этим миром Но это более высокое измерение И по сути, дела дьявола не могут остановить вас Если вы правильно действуете в Царстве Иисус начал говорить о системе Царства Божьего Что Он будет обеспечивать вас В Матвея 6.33 Он сказал Ищите же прежде Царства Божьего и правды Или праведности Его Или Божьих путей, чтобы поступать правильно И это все приложится вам Я начну читать с Матвея 6.30 Написано Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь Бог так одевает Коль ми паче вас, маловеры Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть Или что пить Или во что одеться Потому что всего этого ищут язычники И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом И дальше в 33 стихе говорится Ищите же прежде Царства Божьего и правды или праведности Его И это все приложится вам Изучая материалы для написания этой книги И исполняя это откровение Номер 1 Мы должны понять, что существует конкретная система Чтобы восполнить наши нужды Верующий должен знать это И номер 2 Эта система называется системой Царства Божьего Ищите прежде всего То, как я действую И работа Это не путь Божий Слава Богу за хорошую работу Я знаю, что у нас есть хорошие работы Но я говорил об этом ранее Я думаю, в прошлом или в позапрошлом году Что работа Это место, где вы можете получить ваше семя Да, это верно Понимаете, работа нужна для того, чтобы получить семя Вы можете жить с сением Вопрос Что вам делать, когда у вас есть нужда? Сейте семя в землю В которой Бог дает вам почву Ожидайте Я не знаю, кто первый это сказал Возможно, брат Урал Робертс Называйте свое семя Чтобы вы могли узнать, когда придет ваш урожай И это важно Вы можете это делать Вы знаете, что многие религиозные и традиционные мнения Противятся называнию семени Но это реальность Вы можете делать это, потому что Бог дает нам право И здесь мы видим, как Иисус учит Он говорит о цветах и других вещах Он говорит, что Бог позаботится о вас Если вы доверяете Ему и полагаете свое упование на Него Когда Бог дает вам семя Мы говорили об этом раньше Вы не можете съесть свое семя Я думаю, что в этом основная проблема Люди брали свои семена и считали их своим урожаем Хотя на самом деле это было не так Я написал в своей книге Не ешьте семена Ешьте хлеб Хороший фермер откладывает лучшую кукурузу на семена И ест остальное Умножиться Может только посеянное семя Съеденное семя пропадает Оно никогда ничего не произведет Бог не движим нуждами Бог движим семенем Многие люди думают, что Богом движет ваша нужда Если бы это было так Нужды всех людей были бы восполнены Но сатана будет мешать вам увидеть Что не нужда, а семя привлекает Божье внимание Семя дает Богу возможность преодолеть вашу нужду Многие люди приносят свою нужду Богу И мы можем так молиться И говорить Богу о нашей ситуации Но Бог в ответ говорит Вот как вы из этого выберетесь Потому что слово является семенем Так что вы можете сеять финансовое семя для урожая финансов Либо сеять слово Божье, чтобы выбраться из ситуации Но вам все равно нужно сеять семя Я думал об этом в заключении прошлой передачи Мы посмотрим на это в 6 главе Евангелия от Матфея О процессе И о том, чтобы не есть ваше семя В 13 главе Матфея и в 4 главе Марка Говорится о том, что сеятель сеет семя Сеятель сеет слово Вот те вещи Которые мешают семени расти Непонимание То, что сатана крадет слово Заботы века сего Гонения, беды Я думаю, что все это является тем же самым Что блокирует ваше семя Ваше финансовое семя Вам нужно следить за этим Вы не можете увлечься заботами века сего Поэтому в 1 Тимофея 6.17 говорится Богатых в этом мире о вещевай Чтобы они не высоко думали о себе И уповали не на богатство неверное Но на Бога живого Здесь говорится о том, чтобы быть готовым давать Быть готовым сеять Быть готовым раздавать Видите, мы снова возвращаемся к сеянию Даже если у вас недостаток финансов Или вы сильны в финансовом плане Вам по-прежнему необходимо сеять это семя И брат Коупленд Мы пойдем дальше Деньги Понимаете Что человек сеет То он и пожнет Деньги придут, чтобы привести вас В стабильное финансовое положение Но сеяние семени несет также с собой защиту Потому что вы послушны Богу Мы говорили о брате Робертсе Что каждый раз, когда он в чем-то нуждался Ты сказал, что он сеял семя прежде, чем делать что-то Я лично говорил с ним Он сказал, что когда враг пытался атаковать его тело Он сеял семя Сразу же сеял семя Сразу же Он спрашивал Эвелин Что у нас есть? Что у нас есть в доме? Сколько у нас финансов? Спрашивал он свою жену Эвелин Давай делим семя Давай посеем семя Так что сеяние семени Это очень важная вещь Леру, я думаю, что необходимо тут кое-что добавить Особенно для людей, которые уже живут таким образом Ну, я тут сею И я знаю, что получаю некоторый урожай Но почему я не получаю весь урожай, который должен прийти от этих семян? Есть разные виды растений Если я сею пшеницу на поле То соберу урожай менее, чем через год Но если я сажаю персиковый сад То я сажаю другой вид растений Это многолетнее растение Бог это знает Я сею в соответствии с его указанием И мне понадобилось много времени, чтобы понять это Я пожинаю урожай с этого поля пшеницы Но я должен засевать это пшеничное поле каждый год, Леруя Вот я тут сею и ухаживаю за этим Но не пройдет много времени И у нас будут каждый год созревать персики Каждый год Это долгосрочные инвестиции в мой сад И у меня есть деревья И я ухаживаю за этими деревьями И они приносят плоды год за годом И мне не нужно возвращаться и заново обрабатывать землю и так далее Вот так, понимаете? Бог заботится о вас сейчас, потом и так далее Бог вечный Да Если вы позволите Ему направлять вас вашим сеем Слава Богу И не будете из-за этого расстраиваться У вас есть семена, которые вы сеете для сегодняшнего дня У вас есть семена, которые взойдут завтра Именно поэтому Дух Святой говорит отпускать ваш хлеб по водам Потому что по прошествии дней вы снова найдете его Просто продолжайте отпускать И через некоторое время с каждой волной что-то будет приходить Но на это требуется время, Лерой? Требуется время, требуется вера, требуется терпение Но вы должны продолжать слушаться Бога В этом смысл? Мы по-прежнему слушаемся Бога Брат Коупленд, в этой книге Вы не нищий, у вас есть семя Есть утверждение Семя Это неотъемлемый элемент Передачи жизни Это точно В этом семени есть жизнь И она дает жизнь урожаю У урожая нет жизни без семени Тело Христово произошло от семени Бог посеял Господа Иисуса Христа И мы произошли от этого семени Жизнь В нем была жизнь И жизнь была свет человеком Процесс сеять телесеющего семя Бог дает нам процесс С которым мы можем работать И семя Это неотъемлемый элемент передачи жизни Принцип семени Это самый сильный принцип в Библии Слово Божье Это семя Иисус является семенем И затем Он говорит нам о сеянии семени для финансов Сеяние семени для вашего исцеления Это самый сильный принцип И я записал Это потому, что Иисус назван семенем Слово Божье названо семенем Признайте и поймите, что в принципе семени есть жизнь Галатам 3.16 Семя Речь идет об Иисусе В Галатах 3.16 Бог послал свою жизнь в мир На землю через семя И этим семенем был Христос Бог передал нам свою божественную сущность И вечную жизнь через Своего Сына Это все было посредством семени В 1 Петра 1.23 говорится о нетленном семени Которое есть Слово Божье В Марка 4 и Матфея 13 Мы видим притчу, которую Иисус рассказал о сеятеле, сеющем Слово И здесь Слово рассматривается как семя Так что вы должны понимать важность семени Например, Иоанна 12.24 Обычный человек не поймет это местописание Если семя, падшее в землю, не умрет Это место говорит о смерти Христа О том, что Он умер как семя И как жизнь пришла через Его смерть Иисус был неотъемлемым элементом передачи жизни Слава Богу Точно так же и семя Если вы сравните свое сеяние с жизнью Иисуса Потому что когда Иисус умер И был похоронен Это был Божий процесс сеяния семени И когда Он воскрес на третий день Это было время урожая Время урожая Время урожая Библия говорит, что когда Он вышел из гробницы Многие святые древности в то же время вышли из своих гробниц Я помню, как я впервые получил это откровение о семени Я учил об этом на нескольких собраниях И добавил это в свою книгу Но я помню, когда это впервые сильно коснулось меня Никогда не недооценивай силу семени Это сильный принцип, который Бог дал нам Возвращаясь к нашему местописанию Мы читаем в книге Экклесиаста в 11 главе Там сказано, кто наблюдает ветер, тому не сеять И кто смотрит на облака, тому не жать Бог хочет, чтобы вы доверяли своему семени Уповайте на Бога Но также доверяйте принципу сеяния Он также хочет, чтобы вы знали разницу между семенем и сорняком Когда я узнал это, я сказал Господь, в чем разница между семенем и сорняком? Семя произведет то, что Бог хочет, чтобы у вас было Сорняк Это когда вы делаете то, что Бог не говорил вам делать Это произведет сорняки Это дикое семя, верно? Это дикое семя Это лучший ответ Это дикое семя, и оно произведет сорняк Но если вы послушны Богу и делаете то, что Бог говорит вам делать Семя всегда взойдет Вот четыре момента, которые, я думаю, помогут понять принципы, которым я учу в своей книге Есть много неблагоприятных ветров Я помню, когда мы с Кэролин были готовы получить наш прорыв Мирская система сказала нам, что это невозможно Кэролин – образованная женщина Она очень умная Мы оба работали на предприятии Мы зарабатывали большие по мирским меркам деньги Но мы никак не могли выбраться Мы никак не могли выбраться Мы приносили зарплату домой, но выбраться не могли Понимаете, мы отдавали наши десятины Но мы не понимали этого Но когда мы поняли Когда мы начали понимать процесс сеяния и начали подчиняться Богу Бог начал выводить нас на свободу Я верю, что многие из тех, кто слушает нас С помощью Духа Божьего ухватятся за это слово Одно слово от Бога может изменить вашу жизнь Одно слово из наших уст изменит жизни миллионов людей Они ухватятся за это Святой Дух собирается сказать им что-то И есть враг, Сатана Это второе Есть враг, Сатана, у которого на каждый аспект Завета есть противодействие Он не хочет, чтобы вы знали истину Он не хочет, чтобы вы поступали по истине Он придет и скажет вам, что это не работает Он придет и скажет, что кто-то пытается заполучить ваши деньги Кто-то пытается заставить вас сеять деньги в их служение и так далее И так далее Господь дал мне одно определение И я со всей честностью говорю это Когда встаю проповедовать и когда я обращаюсь к нашим телезрителям Я не пришел, чтобы получить от вас деньги Послушайте, я пришел, чтобы дать вам ваши деньги Величайшая работа врага состоит в том, чтобы превратить вашего помощника в вашего врага И он долгое время использовал эту тактику в финансовой сфере О да Всегда есть шарлатаны Везде есть люди, которые там только из-за денег Когда есть что-то настоящее, то всегда есть и подделка Но речь о том, что, как я говорил ранее, это поколение Я верю, что это поколение будет встречать Господа Иисуса Христа Я верю в это, Лерой И прежде чем придет Иисус, должен быть остаток людей Завета Которые ходят со властью и контролем в этой финансовой сфере Чтобы проповедь Евангелия не была ограничена или сдерживаема властями и другими людьми Но для людей, которые любят Бога и хотят, чтобы весть о спасении пришла в сердце каждого человека в мире Я думаю, что их день настал Знаешь, Лерой, я не верю, что такое возможно Чтобы произошло восхищение тела Христова И закончился этот двухтысячелетний период Когда Иисус является Господом и главой церкви А богатейшими людьми на этой планете по-прежнему будут люди, жившие во времена Ветхого Завета Богатейшие люди Востока И самые могущественные люди древности Стали такими Благодаря Ветхому Завету В то время как у нас есть Завет с лучшими обетованиями И Иисус Господь И Он победил проклятие нищеты Этого не произойдет, пока тело Христово не поднимется И не сделает то, что этот Завет был призван сделать, прежде чем все закончится Брат Коупленд Я верю в это Лерой Я решил в своей жизни Моя жизнь утверждена на следующем Меня не лишат права сделать то, что Бог сказал мне сделать Я должен оставаться на этом пути Знаете, я люблю тело Христова Я люблю работу Божью И я тоже Я знаю, что и вы любите Понимаете, Иисус не сможет прийти Он не придет до тех пор, пока Его церковь не станет финансово правильной Есть миллиарды душ, которые должны услышать Евангелие И это намного больше, чем материальные вещи Речь идет о проявлении Мы говорили об этом Когда вы благословлены в сфере финансовой свободы И в вашем сердце есть откровение о том Как вы пришли к тому, чтобы стать финансово свободным Что это вопрос Завета То вы не смотрите на материальное, как на материализм Вы видите материальные вещи, как проявление благости Божьей И вы не позволяете им взять вас под контроль Каждый раз, когда вы видите это, вы видите Бога Разве это не самый лучший образ жизни на земле? Да Аллилуйя С этого мы завтра и начнем Да Мы поговорим о разнице между проявлением Святого Духа и материальными вещами Так что мы откроем первое послание Иоанна, вторую главу Нам необходимо знать Библейское определение материализма Материализм это очень-очень опасная вещь Точно Вы в ловушке Когда не понимаете, что такое материализм Который разрушит вас А вы даже не знаете, что в нее попали Вы думаете, что ходите в смирении перед Богом И не знаете, что дьявол поймал вас в ловушку и запер вас в ней Удерживая вас от того, что Бог хочет, чтобы вы сделали Итак, 1 Иоанна 2.15 Не любите мира Ни того, что в мире Кто любит мир В том нет любви Отче Лерой, мы с тобой слышали это всю свою христианскую жизнь Знаете, вам лучше держаться подальше от всех этих дорогих машин И так далее Не любите эти мирские вещи Да Но речь тут идет не об этом Потому что нужно читать эту фразу до конца Ты заметил, что после слова «мир» стоит запятая, а не точка? Давай прочитаем это так, как оно написано Не любите мира, ни того, что в мире Кто любит мир В том нет любви Отче Ибо Видишь, фраза продолжается, верно? Ибо все, что в мире Похоть плоти, похоть очей И гордость житейская Не есть от Отца Да Но от мира сего Это силы, которые влияют на нашу жизнь Похоть плоти Не сообразуйтесь с этим миром Но преобразуйтесь обновлением ума вашего Материализм начинается тогда Когда эти силы применены к материальным вещам Я понимаю Позвольте мне дать вам краткое библейское определение материализма Материализм Это попытка с помощью материальных вещей Восполнить и удовлетворить духовные нужды О, брат Лерой, знаешь Я немного подавлен сейчас У меня очень низкая самооценка Я просто останусь неудачником Но знаешь Если бы у меня был новый Мерседес То это помогло бы мне вырваться из этого Да Это материализм Да, и попытка восполнить духовные нужды Это их не восполнит Не может восполнить Но вы пытаетесь применить это И все больше и больше попадаете в ловушку Вы идете и покупаете эту вещь Берете на нее в долг деньги И так далее И вы чувствуете себя прекрасно Примерно неделю А потом это недовольство возвращается Потому что так вы от него не избавились Все, что вы сделали Так это нанесли на него немного бальзама И вот оно снова возвращается И у вас есть Мерседес И он не помогает И теперь вы еще в долгах И так вы катитесь вниз Материализм Это попытка с помощью материальных вещей Сделать то, что Иисус Был призван сделать Как ваш Господь И Спаситель Будь у меня достаточно денег Лерой, у меня не было бы этого страха Будь у меня достаточно денег Я никого бы не боялся Будь у меня достаточно денег Моя жизнь была бы уверенней Чем больше у вас денег Тем менее уверенно вы себя чувствуете Потому что тогда вы боитесь Что все их пытаются украсть Точно Наша безопасность Заключается в знании Бога Наша бесстрашие Приходит от того Что совершенная любовь Изгоняет страх Потому что в страхе есть мучение Это единственный путь в жизни Как избавиться от страха Вы не избавитесь от него С помощью денег Вы не избавитесь от него Наняв больше охраны У вас может быть Случшая система охраны Вы можете поставить охранников Вокруг всего дома Можете завести злейших собак в мире Вы можете завести ручных львов И все равно не сможете заснуть Нет И все эти материальные вещи Вам не помогут Вам нужно знать Иисуса И вам нужно исполнять Слово Божье Вам нужно сеять духовные семена Безопасности Веры Любви Радости Мира Благости Кротости Доброты Терпения Самоконтроля Против таковых Нет закона Нет закона И когда все это на своем месте Скажу вам У вас может не быть и копейки Но вы знаете Что ваше семя посеяно Полной радости Я знаю, что Бог мой источник Полной радости Правительство не является моим источником Мой пастор не мой источник Моя жена не мой источник Скажу вам, что моя работа не мой источник Иисус из Назарета Мой источник Если он за меня Никто не сможет меня победить Слава Богу Меня самого воодушевила Я это вижу Аллилуйя Телу Христову нужно ухватиться за это Потому что уловка сатаны в том Чтобы держать тело Христова в неведении об этом Завете богатства О котором мы говорим О завете умножения То, о чем брат Коплан только что делился с вами Это в моем сердце Я люблю Бога Да В моей жизни Царит неизреченная и полная слава радость Мир, который превосходит всякое понимание Но если вы не понимаете разницу Между материализмом И проявлением благости Божьей Для того, чтобы выполнить его поручение Вы назовете это проявление материализмом А затем впадете в похоть Это то, о чем Иисус говорил в притче о сеятеле в 13 главе Матфея Заботы мирские Похоть других вещей Вы не можете совместить эти вещи с Божьим принципом сеяния Божий принцип сеяния Работает в помазании И в том, о чем ты говорил нам из своего духа В таком образе жизни Да Мы любим Бога Мы любим не вещи Мы любим Бога Мы любим Божью работу Но потому что мы любим работу Божью Потому что мы дети Божьи Потому что мы наследники Божьи Потому что мы сонаследники со Христом Бог позаботится о нас на этой земле Лерой, позволь тебя спросить Ты ночевал в моем доме прошлой ночью Ты хорошо спал? О, да Было спокойно в этом месте? Да, мир Божий И это? Присутствие Божье Сила Божья Обеспечение Божье Люди Божьи Это проявление Слова Божьего И семени, которое сеялось в течение почти 35 лет Точно И если мы не позволяем Богу проявлять себя в наших жизнях То мы во грехе Будет лучше, если ты повторишь это Если мы не позволяем Богу проявлять себя и свое обеспечение в нашей жизни Мы во грехе Потому что мир и язычники должны знать Есть люди, которые смотрят нас сейчас И они не спасены И есть некоторые из нас, которые должны встать и позволить Богу быть Богом в наших жизнях Чтобы эти люди узнали, что Бог может обеспечивать вас Вам не нужно быть бандитом или убивать, чтобы быть обеспеченным Если вы доверяете Богу, Бог обеспечит вас Я могу говорить с любым человеком Богатый он или нищий Я могу говорить с ним Но богатый человек не послушает нищего Библию в притчах говорится об этом Он скажет, да, это хорошо, да, понимаете? Но когда у человека есть проявление силы Божьей в его жизни Когда у вас есть радость У вас есть новая природа, у вас есть мир И вы также позволяете Богу проявить свою благость в вашей жизни Обеспечивая вас и вашу семью И ваших родственников в этом мире до тех пор, пока он не придет за вами И у вас есть его поручение Вы его посланник И он будет обеспечивать вас Но он не сделает это за одну ночь Это еще один момент, брат Копленд Не за одну ночь Процесс сеяния не происходит за одну ночь Он начинается сегодня Он начинается сегодня Но как кто-то сказал, послушай, похоже, ты получил благословение за одну ночь Мне кажется, это ты ответил Это была самая долгая ночь в моей жизни Это была долгая ночь, но процесс действовал все время Такие люди, как ты сам Фред Прайс Орел Робертс Кеннет Хейген Все вы А я простой баптистский парень Я не знал, что делать Я знал, что я жаждал Бога Я читал Библию, пока не начинала болеть голова Пока я не падал Я просто читал Библию Но даже читая Библию, пока я не нашел кого-то, кто мог открыть мое понимание Дать знание откровения этих истин Моя жизнь полностью не изменилась Я был спасен Но моя жизнь Я не мог ходить в полноте изобилия Есть изобилие и откровение Павел пишет об этом Но есть также то, что Бог хочет Иисус сказал об этом в Иоанна 10.10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить Я пришел для того, чтобы имелись жизни и имелись избытком Я знаю, что он говорит о вечной жизни Но в вечной жизни есть изобилие Божье Так как то, что принадлежит Богу, принадлежит нам Псалом 23 говорит Господня земля и что наполняет ее Вселенная и все живущее в ней Как такое может быть, что наш отец владеет всеми и хочет, чтобы мы жили здесь, как бедные люди? Это не так Это библейски необоснованно Это ложь дьявола Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить И основная задача вора В том, чтобы украсть у нас откровение И он хочет превратить его во что-нибудь иное Поэтому я рад, что мы обсудили, что такое материализм И посмотрели 1 Иоанна 2.15 Это не любовь мира Это не любовь вещей И вы должны это понять Я продолжаю проповедовать об этом, потому что это то, что мне поручено донести телу Христову Я сам пришел из ниоткуда, понимаете, из-за реки Миссисипи С полей сахарного тростника И я в служении уже более 30 лет Я был сдержан в вопросе денег Я даже сдерживал себя в том, чтобы собирать для себя пожертвования Я был так неправильно научен У меня были неправильные представления о том, как работает эта система Как работает Божья система Я не знал И я очень коротко говорил о пожертвованиях Я делал это кратко, потому что думал, что это второстепенное Но после того, как Бог научил меня через людей, таких как ты Бог развернул меня и призвал меня к этой работе И дал мне откровение Это святое дело Это святое дело Это пожертвование является семенем этих людей И ты, как пастор, должен иметь помазание и умножение в своей жизни Они приносят это семя И оно должно умножаться Люди в центре слова жизни теперь знают об этом, потому что я уделяю время Я говорю 25-30 минут о пожертвованиях, потому что они знают, зачем я это делаю И вот что произошло Возможно, вы согласитесь с этим Из-за того, что в церкви мы не следовали принципу сеяния, принципам десятины пожертвований так, как мы должны были это делать В прошлых поколениях церковь оказалась в положении попрошайки И я шел против этого Когда приходило время пожертвования, люди думали, ну вот, сейчас снова начнут попрошайничать Нет, это не попрошайничество Это дает им возможность И откровение об этом приходит к телу Христову сейчас Брат Копленд, я верю, что хотя и происходят разные вещи Мы живем в такое время, когда люди любят Слово Божье Они действуют в Слове Божьем Они раскрывают обман сатаны Сатана удерживал их от того, чтобы сеять семена в хорошую почву Я верю, что телу Христову приходит прорыв Такой, как никогда раньше Наше понимание просвещается Святым Духом Наш разум не привязан к нашим пяти органам чувств Наш разум соединяется с нашим Духом И я верю, что Святой Дух будет что-то делать Я верю, что будет великое излияние Духа А также великое излияние Божьего благословения в финансах Я верю, что мы будем подниматься и выходить на телестанции и радиостанции Тело Христово — это поколение Разум этого поколения не был искажен Этого молодого поколения Они готовы к истине Вы не сможете сказать этим молодым людям Которым 25-30 лет Бог добр, Бог благ Они ответят, я из Миссури Покажи мне Что у тебя есть? Что у тебя есть? В чем твой Бог так добр? И 125-й Псалом говорит, что язычники увидят Какие великие дела сделал для нас Бог Язычники — это часть урожая Бог не хочет, чтобы кто-то пошел в ад Я не хочу, чтобы кто-то пошел в ад Вы не хотите, чтобы кто-то пошел в ад Есть люди, которые смотрят на нас сейчас Которым нужно родиться свыше Которым нужно отдать свои жизни Иисусу Я говорю им прямо сейчас Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного Это ключевое послание Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Примите Иисуса как вашего Спасителя сегодня Примите Иисуса как вашего Господа сегодня Он заплатил огромную цену Когда мы учим о сеянии семени Все это относится к делу Царства Божьего Чтобы люди рождались свыше Чтобы люди освобождались Чтобы сбросить дьявола с вашей шеи С шеи вашей семьи и ваших детей Чтобы вы могли жить жизнью, которая свидетельствует о Боге И прославляет Его Вот о чем речь Лерой, если ты посмотришь свидетельства Которые приходят к нам со всего мира Ты сможешь видеть духовный подъем в свидетельствах людей И в результатах наших служений Твоего и моего Служений Крефла Доллара и Джерри Сивейла Джесси Дю Плантиса и других Тех, кто проповедует об этих же вещах За последние 12 месяцев Даже за последние 4 месяца С лета прошлого года Это просто нарастало Люди пишут и говорят Я вижу это Это происходит повсюду Когда пару лет назад случились эти большие пожары в Калифорнии Я получал письма от партнеров Один партнер писал, что пожары сожгли дома с обеих сторон Сожгли дома на холме за ним Сожгли все дома через дорогу Сожгли угол его забора Но не тронули его дом Это процветание Божественная защита У некоторых из моих партнеров дома сгорели И ты знаешь, что я чувствую Это ранит мой дух Верно Но я также хочу сказать, что меня так восхитило Знаешь, как я узнал, что сгорел дом моих партнеров Я получил письмо от них меньше, чем через неделю Мы потеряли все, что у нас было Вот наши семьи Мы отстраиваемся за нами Я подумал, слава Богу Вот о чем мы говорим Этот человек и его семья знают, как это работает Да, но почему Бог не спас их дом? Это вопрос не ко мне Это между ними и Богом Но когда вы понимаете, в чем суть Материальная часть этого дома не является препятствием Если только вы знаете, что ключом к этому является семя Во-первых, семя дало им тот дом с самого начала Аминь 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 Итак Мы сейчас в правильном месте И мы видим более быстрое проявление всего Исцеление, освобождение, спасение И что касается материальной части этого Если это помазание для спасения Крещение Святым Духом Исцеление, освобождение Чтобы люди становились свободными И так далее, и так далее И служение продолжает расти, и расти, и расти И удваивается, и снова удваивается А это значит деньги, и больше денег, и больше денег Вы увидите, как помазание для финансов будет умножаться Чтобы позаботиться о расширении служения По мере роста По мере роста И все это приводит меня к следующему Пришло время Когда люди, которые являются частью церкви Твоей церкви Нашей церкви Церкви Крефла Доллара Кита Батлера в Детройте И в тех местах, где проповедуется Слово Божье В церкви Билли Джо Доггерти в Талсе И в других Я мог бы сидеть и перечислять их целый день Время, когда Бог говорит Лерой, я хочу, чтобы ты пошел и сделал это Хорошо, Господь, мы это сделаем А не говорить Господь, сколько же это будет стоить Хорошо, Господь, мы это сделаем Ты говоришь, да, аминь Господь, считай, что это сделано С твоей помощью я сделаю это для тебя Затем вы зовете своих сотрудников и говорите Вот что мы будем делать Теперь узнайте, о какой сумме нам верить Потому что мы должны посеять соответствующее семя Они возвращаются и говорят Пастор, это будет стоить 50 миллионов долларов Хорошо Давайте сделаем это Если у нас достаточно, чтобы посеять семя для 50 миллионов Даже если учитывать стократный урожай Нет, пастор, у нас этого нет Хорошо, у нас есть семя для того, чтобы начать Давайте посеем семя, чтобы получить большее семя Но мы это сделаем И вы приходите в собрание и говорите Вот что Господь сказал нам сделать И это будет стоить 50 миллионов долларов Это славно, верно? И вся церковь поднимается вместе и говорит Благословен Господь! Бог сказал это, давайте сделаем это Так что смотрите Эти 50 миллионов будут у собрания, прежде чем они успеют дважды обернуться У меня есть слово Слово Божье сказано И удерживающая сила разрушена Господь поднимается По всему миру служения освободятся финансово Слово Божье сказано И удерживающая сила разрушена Удерживающая сила разрушена Господь, я принимаю это Слава Богу Я принимаю это для Международной Церкви Игл Маунтин прямо сейчас Я принимаю это для миссии Каната Копланда Для передачи победоносный голос верующего Я принимаю это, слава Богу Это поднялось в моем духе Пока ты говорил, Господь сказал У меня есть завершающая фраза к тому, что Он говорит Это завершающая фраза Это как огонь Слово Божье сказано И удерживающая сила разрушена Аллилуйя Ухватите за это Ухватите за это прямо сейчас Запишите это Запишите на видео Найдите у кого-нибудь кассету Дайте ее вашему пастору, если он не смотрит эту передачу Слава Богу Да будет слава Богу Аллилуйя Служения освобождаются Видения, которые были сдерживаемыми, высвобождаются Братья, сестры, идите вперед Это ваш день Ангелы уже в пути Ангелы уже в пути Они уже посланы Слава Богу Слава Богу Ангелы процветания Да Я видел их Слава Богу Я видел одного Он занял мое место у кафедры, пока я был внизу Я сказал Господь, кто это? Он был одет лучше меня Знаете, у меня трое портных На нем был костюм лучше, чем на мне Я сказал Кто это? Когда я оглянулся, он исчез Я вернулся за кафедру и собрание не знал об этом Я спросил Господь, кто стоял у моей Библии Он ответил Это ангел процветания Он идет везде, где идешь ты Я проповедовал во Флориде, в Майами И через 35 минут проповеди Целое воинство их Вошло в церковь И Господь сказал Теперь их тут целое воинство Я не видел это воинство Я сказал собранию И все просто начали радоваться Присутствие Божье было настолько сильным Боже мой Слава Богу На прошлой и на этой неделе Я увидел Если соединить это вместе Я вижу более широкий и светлый горизонт для тела Христова Чем я видел за 39 лет служения Это совершенно новый день И это замечательная формулировка Я делаю Христова Знаешь, что это? Мир подходит к началу конца С мировой системой покончено И она приближается к своему концу прямо сейчас Они думают, что это конец всего Мы же подходим к началу Мы смотрим на начало нашего времени Есть так много людей, которые любят Бога Есть так много людей, которые любят Бога Изучают Слово Божье Подчиняются Богу Конец этой мировой системы Это начало нашего времени Тысячелетия на этой земле Я вижу это И мы вошли в это Это время для сеятеля и жнеца Как это сказано в пророчестве Идти рука об руку Пожинать сразу же, как посеяли Да, этот день настал Он пришел Да, да Именно поэтому я сегодня хочу поговорить О понимании своего времени Понимание своего времени, Лерой Одно это уже звучит здорово Да, книга Экклесиаса, 3 глава Есть некоторые моменты, которые я хочу затронуть Ты знаешь, мои мамы и папа родились на ферме Они уехали с фермы И мой отец занялся бизнесом Но я рос в этой атмосфере Мой дед жил на ферме почти всю жизнь Кроме последних лет перед смертью Мои дед и отец были фермерами Я провел много времени с дедушкой и бабушкой Я жил среди людей, которые разбирались в фермерстве Когда ты сказал эти слова Это напомнило мне Что мой дедушка знал, в какое время Какие растения нужно сажать Он знал, когда нужно сажать Он не собирался очищать хлопок в декабре Он не вывозил свой фургон в холле Нет Он знал, когда время его сажать Он знал, когда время готовится Он знал, когда время этому хлопку прорастать Он знал, когда время его собирать Он знал, когда время его очищать Времена и сроки управляли его образом мышления Точно И они знали это, брат Мой отец и мой дед знали Они знали Они по виду могли узнать хорошее семя Они знали хорошую почву Они знали сроки Мой дед выходил и брал землю Нюхал ее, растирал ее Точно так же мы должны поступать в духе Мы должны понимать то, как и что делает Бог Чтобы мы знали, чего Он ожидает И знали, просто чувствуя в своем духе Мы должны знать, когда Господь говорит Не ввязывайся в это Тебе не нужно там быть Тебе нужно сеять здесь Ты должен делать Ты должен ожидать урожая от этого семени прямо сейчас Ну а с этого Это твои внуки будут собирать урожай с этого семени Именно Включайся в это Это может быть продолжающийся урожай То, о чем мы говорили Это может быть самая важная информация Для тела Христова прямо сейчас Такие люди, как я и ты Мы жили таким образом годы, годы и годы И мы уже поняли Что Бог поднимает нас в этом на более высокий уровень Я верю, что нам действительно нужно уделить этому некоторое время И я верю, что мы достигли прорыва за эти две недели Я верю, что что-то произошло в духовном мире Для тела Христова, для людей, которые слушают это Они будут проповедовать это и делиться этим с кем-то еще Я думаю, что что-то произошло Что-то вырвалось на свободу Четверг и пятницу прошлой недели и вчера О, да Итак, в Экклесиаста 3 главе, читая с 1 по 8 стих Тут повторяется слово «время» Всему свое время И время всякой вещи под небом Время рождаться И дальше повторяется Время, 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 время Из-за недостатка времени я хочу, чтобы вы сами прочитали стихи С 1 по 8 Я хочу поделиться некоторыми вещами, которые там написаны Всегда есть назначенное время Время сеять и время пожинать Когда вы будете читать Экклесиаста 3 главу С 1 по 8 стихи Вы увидите, как часто используется слово «время» Я помню, как Святой Дух подчеркнул это для меня Вот утверждение, которое я хочу, чтобы вы поняли, как сеятель Понимающий свое время Враг приносит столько разочарования В вопросе времени Потому что мы не понимаем свое время Он разочарует вас Вы будете сеять семя И будет казаться, что оно не всходит Брат Коплин дал ясное откровение О разных видах урожая Я думаю, что тело Христова И я сам никогда не читали об этом в книгах О различных видах урожая Урожай пшеницы приходит сразу Но если вы сужаете персиковый сад На это уходит время Но как только персиковый сад начинает приносить плоды Когда приходит свое время Тогда вы получаете урожай, продолжающийся каждый год Вам не нужно снова сеять семена Это семя произвело стволы и ветки, чтобы приносить урожай И в этом есть разочарование Если вы не понимаете, времена в своем сеянии Придет разочарование Так что утвердите в своем разуме тот факт Что во все дни земли Будет время для сеяния и время для урожая Вам нужно утвердиться в этом факте И ключ к тому, как действовать в Божьем законе И избегать разочарования И искушения сдаться Это понимать, что у Бога есть назначенные сроки И свое время для всего Я хочу подчеркнуть Лерой, ты только что сказал фразу, которую должен услышать каждый Повтори еще раз последнюю фразу И ключ к тому, как действовать в Божьем законе И избегать разочарования И искушения сдаться в том Чтобы понимать, что у Бога есть назначенные сроки И свое время для всего Галатам 6 глава, 7 по 10 стихи Прочитайте это Написано, не обманывайтесь Бог, поругая им, не бывает Что посеет человек То и пожнет Возможно, кто-то спрашивает Брат Копленд, брат Томпсон А что делать в промежутке? Верить И принимать Отметь это В Висайи 40, 28 написано Разве ты не знаешь? В числах 23, 19 написано Бог не человек, чтобы ему лгать Если он сказал это Вы должны верой знать Что он заставит это произойти В свое время вы пожнете У Бога есть свое время Многие из наших зрителей Уже посеяли семена в почву И вы думаете, что семя не прорастет Или что урожай не приходит Но он должен прийти Потому что Бог не человек, чтобы ему лгать Брат Копленд и я соглашаемся Что урожай придет быстрее, чем вы ожидаете Что он придет и благословит вашу жизнь У меня есть пять ключей К получению урожая, которые Господь дал мне И я изложил их в своей книге Об этом написано в притчах 3, 5, 10 Я хочу открыть это место Брат Копленд Я думаю, нам нужно прочесть его И затем я дам этих пять ключей И мы поговорим о них Притчи 3 глава Очень знакомое место Но Духу Святому нужно, чтобы мы прочитали их 3 глава, 5 стих «Надейся на Господа всем сердцем твоим И не полагайся на разум твой Во всех путях твоих познавай его И он направит стези твои Не будь мудрецом в глазах твоих Бойся Господа и удаляйся от зла Это будет здравием для тела твоего И питанием для костей твоих Чти Господа от имения твоего И от начатка всех прибытков твоих И наполнятся житницы твои до избытка И точила твои будут переливаться новым вином» Давайте снова прочитаем 10 стих Если вы слушаете, то Слово Божье попадет в ваш дух «И наполнятся житницы твои Множественное число до избытка И точила твои будут переливаться новым вином» И вот 5 принципов, которым научил меня Господь И Он дальше будет учить им вас Номер 1 Вы должны чтить Господа Вы сеете семена, чтобы почтить Господа Не просто, чтобы получить урожай Но вы почитаете Господа Вы почитаете Господа Иисуса Христа Вы почитаете кровь Иисуса Вы почитаете ту работу, которую Бог призвал церковь исполнять И вы сеете семя в почтении Господу Это первое Номер 2 Говорите к своему семени Охраняйте свое исповедание Обращайте внимание на свои пути После того, как вы посеяли семя Вы должны следить за тем, что вы говорите Потому что ваши слова поливают ваше семя Так что обязательно говорите к своему семени Охраняйте свое исповедание Следите за своими путями Номер 3 Обращайтесь к горе Которая называется долги Называйте несуществующее, как существующее Видьте себя свободными от долгов Поймите, что Бог освобождает от долгов Поймите, что Бог говорит в своем слове Я сделаю тебя взаимодавцем, а не должником Я сделаю тебя головой, а не хвостом Я поставлю тебя наверху, а не внизу В одном из переводов Библии говорится Ты будешь жить наверху и никогда не будешь на дне Это право по завету, которое Бог хочет, чтобы было у верующего Итак, третье Обращайтесь к горе, которая называется долги В одном из переводов слова Иисуса в Марк 11, 23 звучат так Имейте веру в Бога Я думаю, что иногда мы действуем в вере Мы верим в свою веру Но Библия говорит Имейте веру в Бога И дальше говорится Ибо истинно говорю вам Если кто скажет горе сей Поднимись и вергнись в море И не усомниться в сердце своем Но поверит, что сбудется по словам его Библия говорит Будет ему, что не скажет Так что, как только вы посеяли это семя У вас есть право говорить У вас есть право говорить в отношении урожая И у вас есть право говорить в отношении сверхъестественного погашения долгов Я верю в это всем своим сердцем Некоторые говорят, что нет такой вещи, как сверхъестественное погашение долгов Тогда нужно вырвать это из Библии Да Везде в Библии я вижу, как Бог сверхъестественно погашал долги Когда Иисус сказал, «Дух Господний на мне», Он пришел, чтобы исполнять это. И последнее в Его проповеди было «Лето Господне благоприятное». Лето Господне благоприятное было сверхъестественным погашением долгов, юбилейным годом. Вот о чем шла речь. Освобождение, восстановление, погашение, прощение всего, что было против вас. Иисус сказал, что Он пришел проповедовать это. Пришел проповедовать, верно. Это для меня большое спасибо. Я принимаю. Это мое. Это так. Да. Итак, у Марка 11.23 есть принцип, который сеять и имеет право задействовать. Когда вы посеяли семя в почтении к Богу, у вас есть право говорить многие вещи, и никто не может остановить вас. Это номер три. Номер четыре. И, брат Копленд, я думаю, что ты был одним из первопроходцев в этом. Будьте настойчивы. Будьте настойчивы. Не сидите просто так и не плачьте. Будьте настойчивы. Идите за тем, что, как вы знаете, принадлежит вам. Говорите, что это ваше. Предъявляйте права на это. Славьте Бога за это. Будьте настойчивы. Не сидите просто так. Слава Богу. Говорите даже прежде, чем вы увидите проявление. Я свободен от долгов. Счета еще лежат стопкой, но я свободен от долгов. Говорите слово Божье. Мы сделали это. Вам нужно говорить, что вы свободны от долгов, прежде, чем придет проявление. Лерой, я взял всю стопку счетов и выписал чеки на оплату каждого из них. Я не поступил глупо, отправив их сразу и говоря, Бог обеспечит каждый мой чек. Нет, нет, нет. Это мошенничество. Вы не можете так сделать. Я сложил их в ящик стола. Я вынимал их из ящика и складывал. Слава Богу, я свободен от долгов. Мои счета оплачены. Аллилуйя. И просто прославлял Бога над этой горой долгов. А затем клал их назад в ящик. Один за одним. Они сокращались. И примерно где-то в середине стопки это пошло быстрее. Один из самых больших счетов. Я позвонил в банк, чтобы объяснить им. Я сказал, послушайте, я знаю, что этот счет надо оплатить. И скажу вам прямо сейчас. Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. В моем сердце этот счет уже оплачен. И как только деньги окажутся в моих руках, «Мистер Мэг, я полностью его оплачу». Он ответил, «Кеннет, пришел один человек, я оплатил ваш счет». Я спросил, «Кто?» Он ответил, «Он заставил меня дать слово, что я не скажу». Он сказал, «Скажите ему, чтобы он поблагодарил Господа за это». Я начал восклицать. Лерой, этот долг висел на моей шее многие годы. Каждый раз, когда я выплачивал часть этого долга, что-то происходило, и он снова увеличивался. И вот я взял этот чек из ящика стола и порвал его. Это выглядит как безумие, но на самом деле это вера. Это вера. Я танцевал вокруг этого человека за два или три месяца до этого. Я радовался. Я человек свободный от долгов. И это исполнилось. Когда вы говорите это, пока вы все еще в долгах, вы верите Богу, знайте, что дьявол придет и будет мешать «Он будет говорить, что это неправда». Но вы продолжаете исповедовать это, потому что враг пытается заставить вас перестать вашими словами прокладывать путь на свободу, остановить вас, чтобы вы не поливали ваше семя. Вам нужно продолжать быть настойчивыми. Вы не можете позволить ничему остановить вас. И номер пять. Постоянство. Это ключ к прорыву. Вы не сеете один раз, а потом садитесь и ждете. Когда вы становитесь сеятелем, вы открыты все время, потому что Бог продолжит давать вам семя. Он будет работать над несколькими проектами одновременно. И так постоянство. Одна из вещей, которым мы с Кэроли не могли себе позволить, это сесть и сказать, «Мы сеяли в прошлом месяце». Нет. Бог проверяет вас. Продолжите ли вы сеять? Потому что когда вы достигнете своего прорыва, выберетесь из долгов и станете свободными от них... Вы не перестанете. Нет, нет. Потому что это слишком хорошо, чтобы перестать. И потом вы помогаете другим людям. Тогда вы способны помочь другим людям. Бог сказал Аврааму, «Я благословлю тебя». Но он также сказал Аврааму, «Я сделаю тебя благословением». И это ключ. Бог не просто пытается благословить вас, он пытается привести вас в состояние благословения. Это еще одна часть. Это еще одна сторона духовной части этого, которую не слишком часто обсуждают. Когда вы в долгах, вы не голова, вы хвост. И те люди, та кредитная компания, этот банк, или кто бы то ни был, они наверху в вашей жизни. И когда вы верите Богу и освобождаетесь от долгов, когда счета оплачены, они больше не наверху. Да. Вы убрали из своей жизни все их влияние, их неверие, их демонов, все, через что они имели доступ в вашу жизнь. Теперь выброшены из вашей жизни, и дверь захлопнута. Вы свободный человек. Да. Скажу вам, возможно, вам понадобится время, чтобы осознать это, чтобы понять, что происходит в вашем духе. Но когда вы входите в эту свободу и выходите из долгов, внезапно вы и Бог самые большие величины в вашей жизни. И у вас нет тех других влияний, Лерой. И начинают происходить определенные вещи. Ваше семя становится сильнее, потому что вы начинаете сеять на дело Божье, а не просто на свое освобождение. Точно. В этом есть большая разница. Я сею, чтобы избавиться от этой грязи в моей жизни. Это необходимо сделать. Да. Но это не так продуктивно, как сеять в план Божий и в то, что у него есть для моей жизни. Помогайте другим освобождаться. Вы уже свободны в этой сфере, теперь вы достигаете других людей. Это сильно. Это возвращает нас к выражению, что должник, раб-заимодавца. Как ты сказал, это пелена, это цепи, это рабство. Я знаю, что когда я избавился от всех этих кредитных карт и от кредиторов, бремя ушло. И я смог видеть Бога яснее. Это было доступно для меня все время. Но я не знал, как это получить. Словно атмосфера вокруг тебя изменилась. Все изменилось. Все вокруг становится таким приятным. И ты можешь сосредотачиваться на других вещах. Вот что происходит теле Христом. Сатана пытался удержать нас от этого завета богатства, чтобы он мог все время держать нас вне игры. Мы должны задуматься, что мне нужно здесь делать. Приходит время для возможности сеять. Я говорил это раньше. И ваше сердце подпрыгивает. Вы хотите сеять. Но затем все ваши кредиторы похлопывают вас по плечу и говорят, ты не можешь делать то, ты не можешь делать это. Знаешь, есть 18-е, 21-е, 22-е, сроки выплат и так далее. Да. Но когда вы освободились, вы можете просто сеять. Мы с Глорией смогли делать больше с тем же количеством денег, которые приходили к нам. Как только эти кредиторы ушли из нашей жизни, герой, мы стали делать намного больше. Мы процветали, имея то же количество денег. Да. Да. И не могли понять. Иногда вы не можете понять, как Бог это сделал. Вы избавились от вора. Как только вы убираете руку вора из кошелька, деньги могут умножаться, чтобы делать добрые дела. Ты только что сказал это Святым Духом. Вор держит свою руку в кошельке. Он продолжает удерживать хороших людей. Многие люди хотят сеять больше, хотят делать больше для Господа. Но этот вор засунул свою руку в кошелек. И мы говорим во имя Иисуса, вор убирает свою руку из вашего кошелька. И то, что вы слышали на этой и на прошлой неделе, и все послания, которые вы слышали от прекрасных мужей и жен Божьих об истине в этой сфере, это начнет проявляться в вашей жизни. И рука вора убирается из вашего кошелька. Боже мой, в своем духе я просто вижу молодых людей, молодые семьи, пасторов церквей и главслужений, которые убирают руку дьявола из этого кошелька и закрывают этот кошелек, а затем идут к Богу и говорят, «Хорошо, больше ничья рука не попадет в мой кошелек до конца моих дней. Только твоя, только ты. Это твой кошелек. И ничего из него не выйдет, пока ты не скажешь». Лерой. Божественное водительство. Финансовое божественное водительство от Святого Духа. О да. 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 Это то, чего желает Бог. Это то, чего мы с Леройом желаем для вас от всего сердца. Позвольте мне сказать вам кое-что. Это стучится в вашу дверь сейчас. Это ближе, чем вы думаете. Если когда-либо и было время быть Вадимом и Святым Духом и жить направляемой Богом, направляемой Духом жизнью, так это сейчас. Из-за недостатка времени у нас не было возможности завершить тему понимания своего времени. В книге Лерой «Вы не нищий, у вас есть семя» этой теме посвящена целая глава. Если у вас будет такая возможность, то найдите эту книгу и изучите эту главу сами. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований. И теперь мы лучше понимаем, почему. Это то, что Господь сказал мне делать несколько лет назад. Делай это каждую пятницу. И сейчас время. Если я проповедую о спасении, я даю вам возможность принять спасение. А сейчас как раз то время, которое Бог предназначил для того, чтобы сделать доступной для вас почву, в которую вы могли бы сеять. почву этого служения. Мы от всего сердца стараемся сделать эту почву доброй почвой. Отец, мы молимся и просим тебя открыть каждому, кто нас смотрит и слушает. Как они в финансовом плане могут участвовать в той работе, которую делает эта передача по всему миру? И во имя Иисуса они услышат и будут послушны тебе. И наше общее время умножится по всему миру. Мы удваиваем количество телестанций. Мы принимаем удвоение, слава Богу, на основании книги Захарии 9, 11 и 12. Во имя Иисуса. Аминь. Наш адрес сейчас на вашем экране. Если вы смотрите эту передачу за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования остаются и работают в вашем регионе. Они не уходят в Соединенные Штаты, слава Богу. Если вы хотите приобрести наши книги, напишите нам по адресу, который на вашем экране. Лерой, большое тебе спасибо. Это было здорово. Я так рад быть здесь. Нам нужно будет сделать это еще раз. Да. Аминь. Да. Не пропустите передачи Глории на следующей неделе. Скажу вам. У нее в глазах огонь. Бог говорит к ней. Она прибегает в мой кабинет и говорит, послушай это. Аллилуйя. Аминь. Так что пришло время двигаться в Боге и позволить Богу двигаться в вас и рядом с вами. Слава Господу. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли перед тем, как закончится эта передача. Очень важно слушать. Быть Вадимом. Молиться и быть послушным Богу. Да. Какое славное время. Но когда вы начнете слушать, Бог может сказать вам, «Ты нужен мне утром там. Будьте готовы пойти туда». До следующей встречи. А пока мы, Кеннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что Иисус 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 Иисус